И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первым молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получать и всем получать утешение. И духи пророческие послушаем пророкам. Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мир, и так бывает во всех церквах и святых. Вот получили это послание в Каринской церкви. И им все понятно было, без всяких толкователей. Такое было богослужение. Я ничего не добавляю, ни одного слова здесь. Вот просчитал, как есть. Апостол Павел написал, неизвестно сколько посланий, но сохранилось 14. 13 ко всем церквам, везде он подписал старого Иисуса Христа Павла. И одно послание не подписал. И оно было спорно, то ли его, то ли нет, послание к евреям. И ни в одном из посланий он слово богослужения не употребляет. Почему? Мы не можем не задавать этот вопрос. Он ни разу, нигде не упомянул опоминание Божьей Матери Святых. Почему? Мы должны все-таки это понимать. Оказывается, Ветхозаветие все указывало на Новозаветие. Он упоминает слово богослужения только в послании к евреям. Разъясняет Игорь и в богослужении, и там, что было, и показывает, это все было о Христе. И сегодняшнее было апостольское чтение, Павел говорит, я положил основание, и никто не положит другого, кроме Христос. Я говорил, два слова запомни, Библия, Христос. Я не положил, как вы исследуете Писание, и указывает, все время Писание и Христос. Христос употребляется на каждой строчке почти. А Библия не разу. Почему? А ее не было. Был только Ветхий Завет. А в Ветхом Завете были уставы, законы, заповеди, повеления. Это все относилось к Ветхому Завету. Вот Каринская церковь получила послание, и они радовались, встречаясь со своими единоверцами, говорили, а нам Павел Писло написал. В других языках, в немецком, не написано послание, а бриф. В английском там, весту, это письмо. Один перевод. Это было обыкновенное письмо. Никто не канонизировал, не думал, что войдет это наравне с Ветхим Заветом. Это потом уже церковь приняла, как благословение Господне. Вот они и получили, получили наставление от Павла, такое, которое осталось и для нас. Вот апостол Павел пришел бы к ним, и он заметил у них недостатки сразу. Почему? Потому что был беспорядок. И он этот беспорядок устраняет. Говорит, и речь, что шла здесь о богослужении, когда приходит и говорит в церковь. А если мы все сами по себе в церковь, куда я могу прийти? Значит, и речь шла о здании. Сектанты говорят, церковь называется собрание верующих, а вы храм называете, или место собрания, молитвенный дом. А эти места в Писании они не понимают. И когда вы собираетесь в церковь? Приходим в церковь. Вот этот дом называется церковь. Согласно слов апостола Павла. И вот он пишет, в каком году мы не знаем, но явно дело было, что при Нероне. А так как там речь шла о 54-м годе, то до этих лет. То есть мы как-то приблизительно можем узнавать. А когда было богослужение? Считаем послание к римлянам по порядку. Нигде нет об этом. Только вот в этой главе 14-й мы натыкаемся о том, как все-таки собирались христиане. Что у них было? Амалой стоял, иконы, купол, кресты, больше ничего, даже упоминания нет. Теперь, говорят, церковь благоукрашалась. Я православный, я все принимаю. Но не надо полагать это в основании всего. Перед революцией стоял вплотную вопрос об объединении синодальной православной русской церкви с англиканской. Признали, что у них законное рукоположение епископа. Но обряд-то был совсем не такой. Такой форма, одежда у них совсем на наше не похожая. И никто их не пытался переделать, а просто принять. Мы, братья, можем друг у друга сослужить. Мы одинаково благодатью можем пользоваться, как вот сейчас зарубежная церковь. Священники могут патриархии, патриархии нам могут там. Вот как. То есть совсем недавно еще это не было во главу поставлено. Во главу ставится учение Иисусе Христе. Вот сегодня, которое евангельское чтение считалось, о чем, о Духе Святом, что он придет, наставит, вразумит, обречит. Это-то оставлено, его нигде нет. Какое вразумление, если проповеди, то нет. И апостол Павел говорит, что во время богослужения, хотя он не употребляет это слово, но речь идет о богослужении. Это единственное место во всех посланиях, где он показывает, какое было богослужение. А мы не похожи были на наше, нигде, даже за педушки нет. И на баптистское не очень похоже, не говорю про католиков. А была такая свобода, чтобы пророки пророчествовали. Пророки, проповедники. А в это время другому хотелось сказать, он поднимал руку или как-нибудь, не написано. А то должен был сесть, а второй начинал говорить. Конечно, речь шла не о женщинах. Жены ваших церквах домолчат. Зачем он сказал? Значит, и жены говорили. Вот как было. Ян Затаус очень остроумно находит, что Великий пост есть с десяти на Богу. В году 365 дней, запомните. Пост считается пять дней в неделю. Пятью семь, семь недель Великий пост, 35. А одна суббота, постная последняя, одна в году, 36. И свечена до утра половина, 36,5. Как удивительно, и никаких, что нет пятниц, никаких Успенских постов, ничего нету. Ян Затаус, когда жил, а умер в 47-м году, не надо думать, что он не спасся. Я просто говорю, что не надо нам настаивать на своем. Мы признаем Яна Затауса, он четко и ясный говорит, Бог потребовал десятину. А вот и взяли теперь уже не десятину, а 50 с лишним процентов, половина дней в году после. Я просто для сравнения говорю. Если признаем Затауса, то должен сказать, что те, которые не постятся, неправильно делают. И те, которые больше, не по слову Затауса. И когда мы с этим будем сравнивать себя, мы наклоним голову очень низко и скажем, прости Господи, что не так. Но мы по-другому не можем. Я другого богослужения не знаю. То есть я знаю у Бога, но душа моя прилепилась к православному богослужению. Мне все нравится здесь. Но согласно Слову Божьему, мы видим, что не так было. И с этим мы должны четко согласиться. Если соединение будет, или признание друг друга, не настаивать, чтобы у людей было все, как у нас. Вот мы считаем символ веры. Поем его. Во всем мире веры-то ни слова, ни сказано про икону. Почему дышим? Не знали об этом. Ни о мощах, ни о чем нет. Поэтому давить до пола каждого, что кто не по-нашему, а дед, я говорю о священстве, не надо. Довериться Богу. Обратиться к первой апостольской церкви. Когда он пишет послание Колоссиным и говорит, послание, которое получили владики, пусть прочитает у вас. А которое вы получили, прочитайте владики. А владикистого послания-то не знаем, оно утеряно. Вообще его нигде нет. Эти письма наставляли людей, устраивали порядок. И что? Говорит, духи повинуются послушным пророкам. Выходит, наши духи-то не повинуются нам, если мы слышать ничего не хотим. Сколько было проповедников? Обыкновенная небольшая община в апостоле в город Павлодар. Ко мне все время заезжал их миссионер-проповедник. Я говорю, сколько у вас проповедников? Он говорит, 41. В одной общине, небольшой город, 41. И как, ну, очередность устанавливается, но очень долго ждать, поэтому мы разбили Алтайский край, Казахстану, чтобы, кто может, тогда едут где-то. А ведь у нас, что я сейчас говорю, вообще никак не считается, нигде не знают ничего. Десятину-то, если Богу отдать, а десятина-то Бог требует, это уже в Божьем установлении, то считают, что десятина должна быть отдана и здесь. Как-то меня спросили, почему я сказал так. Я говорю, считаю, если богослужения в три часа четыре, там, хвалятся, пять-шесть, то десятая часть должна быть моления, а велище сей проповедь. Почему? Потому что проповедь для людей, а богослужение для Бога. Действительно. Я сам постепенно до этого дошел, и не случайно апостол Павел показывает, Павел, говорит, продлил слово до утра, слово, не богослужение. Я говорю, что у нас ничего не изменить, но внутри себя мы должны знать, тосковать о первокостерстве. Когда мы встретимся с апостолом Павлом, мы должны все-таки ему сказать благодарность, что он оставил вот это слово. Как оно нам близко. В твоей душе это не находит отрек, а ты проверь, почему. Вообрази мысльно, что ты сегодня оказался в первом веке. Все остальное еще никто не знает. Ни соборов, филеохов, ничего не было. Ни монофизиты, ни монофилиты, никого не было. А было апостола Павла, остальные апостолы. Мы пришли в Каринскую церковь, а богослужение-то идет не так. Как бы сердце мое прилепилось, планируется моя палница, поблагодарил ли Бога или нет. Ну не надо быть упертым, на своем настаивании. Мысленно я нахожусь со Христом. Ну мы же все время говорим, обращаемся к Нему. Молить сидит у ног. Мы призываем так же слушать. Да что, мы мысленно все-таки иногда захватываем в то время. Так десятина-то Богу принадлежит. Из всего, что есть. Не только от денег, не только от скотина, молочных продуктов твоих. Душа, молитва, пост. Все, отдай мне. Господь говорит, хотя ты весь мне принадлежишь. 1-й фестивальникийцам 5.19.20. Духа не угощайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Все испытывайте. Я был у католиков, у пенесятников, у мусульман. Везде слышал прославление Бога. По-своему. По-другому. Разное убранство храмов, мечети, синагог. У евреев был. Мне ближе всего наша православная. Я родился здесь. Но в душе, я понимаю, в апостольском времени было не так. Если бы посланники, язычники, князя Владимира пришли в апостольскую церковь, а потом бы в Константинопольскую, они бы никогда апостольскую не приняли. Потому что здесь они видели такую пущность, которой нет ни в одном богослужении. Мы были как на небе, они забыли здесь. А в небо, в их представлении, чисто языческое было. Они бы были язычники, другого не знали. Поэтому внутри себя мы должны делать по праву. Благодаря Богу, что имеем вот так, как сейчас есть, но не осадить тех, у которых не так. Ибо это совсем не главное. Не только не главное, а даже на втором месте. Иов 32, 11. Вот я ожидал слов ваших. Слушивался обсуждения ваших. Да коли вы придумывали, что сказать. Я эти слова близко принимаю, когда встречаюсь со священниками. Я слушаю, считаю выступление патриарха. Они придумывают, что сказать. Нужно открыто, перед Богом, просить духа свободы. Я вот говорю о духе свободы. Никому не угождаю. Нравится, не нравится. Я сравниваю список. Не можешь опровергнуть, опровергни. Но ты не опровергнешь никогда. Как наш епископ сказал. Я не принимаю это, но сделать еще не могу. Все у вас соментировано здесь. Все на Слове Божьем. Так что рано или поздно нам придется сказать, что Писание будет на первом месте. Да будет оно в сознании. На престоле сознания. 1 Иоанна 4, 1. Возлюбленный не всякому духу верстит. Но испытывайте духов от Бога, лялья. Потому что много уже пророков появилось в мире. Отступить очень легко. Но встать на место почти невозможно. Любое, что вот есть в человеке. Сын-то как, с каким трудом поднялся от корыта. Это нужда уже. Бог так допустил. Что и хозяин жестокий ничего не дает. И там пришед в себя. Может быть мы тоже когда-то придем в себя. И обратимся к апостольским временам. К этой десятине. 1 Царств 10, 10-13. Когда пришли они к холму. Вот встречается им сон пророк. И сошел на него Дух Божий. Он пророчествовал среди них. Дух Божий не в храме сошел. А когда шли там на поле под открытым небом. Когда пополом было само небо. Когда светильником было солнце. И сошел Дух Божий. И начал пророчествовать. Что они знаем. Но написано. Говорили о великих делах Божиих. 2 глава Деяния Апостолов. Когда Дух Пророчеств сходит. Ты будешь говорить. Не о том что у тебя здесь. Не о православии сегодняшнем. Не об аптитизме. О католичестве. А о великих делах Божиих. Они описаны в Священном Писании. И встречал один из бывших там и сказал. Что пророчествует Саула. Кто у них отец. Посему вошло в пословице. Неужели Саула пророков. И перестал пророчествовать. То есть на кого бы сроду не сходили. Не подумали что сойдет Дух Божий. А он сошел. А почему ты говоришь. Дух Божий сошел он и говорит. А он не хотел. Он шел позадал для другого. Первый Сарс 19-19-24. Донесли Саулу говоря. Вот Давид я в Наваги. И поскал Саул слуг. Взять Давида. И когда увидели они сон пророка. Пророчествующих Самуила. Начальствующего над ними. То Дух Божий сошел на слуг Саула. И они стали в пророчество. Донесли об этом Саулу. И он послал других слуг. Ну и эти стали пророчествовать. Потом поскал Саул 3-х слуг. И эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в раму. И дошел до большого источника. Что в сепи. И спросил говоря. Где Самуил? Давид. И сказали. Вот в Наваге в раме. И пошел он туда в Наваг в раме. И на него сошел Дух Божий. Он шел. И пророчеством до корня пришел Наваг в раме. И снял надежды свои. И пророчеством перед Самуилом. И весь день тот. И всю ночь лежал неодетый. Потому и говорят. Неужели Саулу о пророках? Это история. Очень интересно тем. Что она сегодня почти не повторяется. Нигде. А речь идет о Духе Божьем. Когда о Духе Божьем говорим. Мы даже все узнаем. Что было в Священном Писании. Мне Бог позволил испытать эти слова. Вот это событие на самом себе. Я встречался с подпольными христианами. И ПХ называется. Тихоновцы. И обратилась одна душа. Она сказала своим. Те забеспокоились. И говорят. Приезжайте. Посмотрите. Сами. Может ли пророк быть в Назарете. Они приехали еще двое. И эти обратились. Они написали в Харьков. У них центр. Оттуда решили послать самых сильных. Приехали. Не возвращаются. И эти обратились. И так обратилось 32 человека. Конечно. Мы ничего не знали. Кроме патриархии. Они в монашеском звании были утверждены. Которые там были. Вот даже вот этот редкий случай. Мне Господь позволил на практике испытать. Почему? А Дух Божий. Они любили Бога. А Писание у них не стояло на первом месте. Я утвердил сначала. От Бога Священное Писание. Они это приняли. Приняли. И назад уже никогда не возвратились. И вся их группа. Большая группа. Отошла. Какие-то осколки остались там. Четвертый саг 2-3. И вышли сныны пророков. Которые или Филики, или Севи сказали. Вот знаешь ли. Что сегодня Господь вознесен. Господина твоего. Над благой твоей. Он сказал. Я так же знаю. Молчите. Почему он сказал молчите? Может быть это вот относится молчите. К тому что сегодня. Больше всего и говорят. Твое дело ходи в храм. Ты и молчи. Об этом надо возвещать. О делах Божьих. Не молчать. И если было сказано молчать. Христос кому-то говорил не разглашать. То только до его вознесения. До коли он воскресен. А после этого теперь всюду везде возвещается. Чтобы они увидели. Раз к этим не соблазнились. Как Златоус говорит. Четвертый статус 2.5. И подошли сыны пророков. Которые в Иерусалисеи сказали ему. Ты знаешь. Сегодня Господь берет Господина твоего. И вознесет над головой твоей. Он сказал. Я так же знаю. Молчите. Кто бы ни подошел. То есть дважды подходит. И он одним и тем же словом отвечает. Молчите. Я не знаю. Ним не знаю. Почему молчите. Это знамение. Такое дивное было. Если бы увидел это Ахав. Весь израильский народ. Как бы они Богу и Богу прилепились. Но это слова Елисея. Сегодня мы о них возвещаем. И так придя в храм. Сегодня. Мысленно хотя бы. Попросим Господа. Соприкоснуться с первоапостольским временем. Пошли нам Господи этот дух пророческий. А что он? Обличает. Наставляет. И выразумляет. Чтобы не было так. Ходит человек в церковь десятки лет. Не пять лет. Десятки. И все время. Но я ничего не знаю. Поэтому мы сегодня приглашаем. Кто ни разу не был на свидетельстве. Поезжайте с нами. И пусть тот дух, который был на Сауле, сошел. Который пророчествовал. Будет на нас всех. И ты испытаешь эту великую радость. Когда дух Божий будет возвещать о великих делах Божьих. Аминь.